Довольно пикантное и ароматное блюдо в лучших традициях китайской кухни, и если вы хотите по-настоящему удивить своих родных, то рецепт приготовления говядины по-китайски с овощами, это то, что надо. Конечно же, для кого-то вкус этого блюда, как и вся азиатская кухня, может показаться чрезмерно острым и терпким, однако, на мой взгляд, этот способ приготовления говядины по-китайски с овощами весьма приемлем для нашего человека, и вы можете регулировать количество специй и соуса на ваше усмотрение, но лично я здесь ничего не меняю, так как в этом случае сохраняется некая аутентичность. К тому же, я просто обожаю все острое, но в любом случае я советую обязательно попробовать вам этот довольно простой рецепт говядины по-китайски с овощами хотя бы в целях эксперимента, возможно, окажется, что вы истинный поклонник китайской кухни. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Для начала нам необходимо нарезать мясо брусочками шириной около 1 см. В отдельной миске смешиваем соевый соус, 4 столовые ложки, и рисовый уксус, 2 столовые ложки, добавляем измельченный чеснок и перемешиваем. Теперь немного подсолим мясо и добавим черного молотого перца и зальем маринадом, оставляем мариноваться на 40 минут. Пока маринуется мясо, мы подготовим овощи, перец очищаем от семян, моем и нарезаем соломкой. Подписавшимся, больше вкусностей. Лук также нарезаем на крупную соломку. Теперь мы выдавливаем чеснок через чесночницу с миску, с ним мы будем делать заправку для нашего блюда. Добавляем 0,5 чайной ложки красного молотого перца. Вливаем соевый соус и перемешиваем. Наша заправка готова. К тому времени мясо уже успело промариноваться, и мы можем приступать к его приготовлению. Насыпаем в тарелку крахмал и обваливаем в нем каждый кусочек говядины со всех сторон. В сковороде разогреваем растительное масло, его слой должен быть около 1,5 см. Когда масло хорошенько прогреется, начинаем обжаривать мясо, но делаем это постепенно, в несколько заходов так, чтобы кусочки говядины не слиплись между собой. Обжариваем все мясо до приятного румяного состояния и отправляем в отдельную посуду. Следующим этапом обжариваем перец. Затем выкладываем на сковороду нарезанный лук и все вместе готовим примерно 2-3 минуты. Выкладываем лук и перец в миску с мясом. Теперь очередь фасоли. Ее необходимо предварительно разморозить. Обжариваем ее не более 3 минуты и отправляем к остальным ингредиентам. Теперь тщательно перемешиваем все и заправляем соевым соусом с чесноком и перцем. Еще раз перемешиваем. Готовое блюдо лучше всего подавать теплым, разложив его по отдельным тарелкам. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Говяжья вырезка 600 грамм. Лук репчатый 300 грамм. Перец болгарский 200 грамм. Зеленая стручковая фасоль 300 грамм. Чеснок 6 зубчиков 3 в маринад 3 для заправки. Масло растительное 100 грамм. Соус соевый 100 грамм. Уксус рисовый 2 столовые ложки. Крахмал 100 грамм. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Перец красный молотый по вкусу. Количество порций 4-6. Не останься равнодушным. Вырази благодарность одним лишь щелчком. Подписываемся. Удачи!